Они воюют в мирное время. Их главный враг – стихии, которые, казалось бы, покорены человечеством, но порой из-за чьей-то халатности или беспечности вновь набирают мощь и пытаются захватить мирное существование. Речь идет о спасателях. Ценой своего здоровья, порой и жизни ежегодно сотрудники службы дня и ночи спасают тысячи людей и сотни единиц имущества. Сегодня служба укомплектована большим количеством подразделений, которые готовы выехать на любую чрезвычайную ситуацию. Дорожные аварии, пожары, спасение тонущих. Несмотря на всю сложность, профессию это выбирают не только мужчины, но и девушки. На работу я пришла по зову сердца, потому что для меня просыпаться с пожарными сигналами или сиреной – это с самого детства у меня шло. Поэтому, наверное, и мне не было другого варианта, как пойти в пожарную службу. Работники городского отдела с воодушевлением смотрят на все эти мероприятия. Мы понимаем, что мы стоим на страже нашей родины, на страже нашего города. Мы сделали очень многое и в прошлом году, и за период 2019 года. У нас хорошие и показатели, хорошие мы проводили и мероприятия. Я скажу, что городской отдел вышел на день пожарной службы с хорошим настроением и с хорошими показателями. Большое количество праздничных мероприятий проходило 25 июля по всей стране. Город Брест не стал исключением. Высказать слова благодарности за непростой труд, за важную и очень нужную работу пришли представители вертикали власти, общественных организаций, депутаты. Деятельность спасателей цена и почетна. Уверены они. Жизнь непредсказуемая, и мы всегда думаем о том, что если попадем в какую-то сложную жизненную ситуацию, есть спасатели, они придут на помощь и сделают все возможное для того, чтобы помочь в трудную минуту. Поэтому им благодарность за это большая. В праздничный день заслуженные награды получили самые отважные и смелые сотрудники службы. Для каждого из них путь пожарного был непростым, но очень ответственным и важным. А первый выезд запомнится на всю жизнь. Помню свой первый выезд, первый боевой выезд. Это было горение бани, происходило. Я тогда был еще пожарным, в должности пожарного. Когда опытный командир отделения говорил мне, что делать, как себя вести, что ему подавать. В принципе, было не страшно с опытными ребятами. Но потом со временем пришел непосредственно ко мне опыт. Еще одним подарком для спасателей города в год тысячелетия станет новая пожарная часть, открытие которой состоится уже завтра. Современный комплекс расположился в юго-западном микрорайоне. Ввод его в эксплуатацию позволит сделать помощь людям более качественной и оперативной. Введение в эксплуатацию новой части, где сама часть, она спроектирована так, что компактно, ничего лишнего, с хорошей учебной базой, с хорошей базой для физической подготовки, с хорошей базой для содержания и эксплуатации техники. И, конечно же, сократится время выезда пожарных подразделений, так как и новая техника, и расположение пожарной части этому способствует.